Матчи Евро Отличный разогрев для чемпионата страны, в котором отгремел 12-й тур. Витебск торпеда. Дисциплина против прагматизма. Славия, Минск. Столичная молодежь в сердце Полесья. Неман против Батэ. 11 лет без побед Гродно. Минская Динамо Бакич. Удар наносит. И гол красавец. На свой счет записывает Черногорец. 1-0. Минская Динамо на 33-й минуте выходит вперед. Вновь забегание от Ариньо. Глеб Жердев разворачивается. Душин Бакич. Мяч штрафной. Классная передача. Идеальная комбинация. 1-1 для Душина Бакича. И Глеб Жердев ставит точку в этой атаке Динамо. Пошла подача. И еще один шанс есть у Слуцка. Но в сумотоке не пробил. Русак зато пробил. Селима. И это гол! Минская Динамо в матче 18-го тура одерживает выездную победу над Слуцком со счетом 2-1 благодаря голам Душина Бакича и Глеба Жердева. Слуцк принимал Динамо. Белосильные по-прежнему идут без поражений. А Случане после сенсационной победы над Неманом получили оплеуху от Борисовского Бате. Со счетом 0-6 уступили. И в домашних условиях необходимо было, конечно же, реабилитироваться. Но получилось, мягко говоря, не очень здорово. Пытались создавать моменты уже на стартовых минутах хозяева. Порадовать свою публику. Но не получилось забить на пятой минуте. А уже на пятнадцатой человек, который очень редко отличается мячами в играх. Александр Селява забил. И таким образом счет сумел открыть. Здесь практически по пустым уже наносил удар. Заряжал в этой атаке Павел Ситько. По многому подфартил Александр Селяве. Но создавая раз за разом суматоху в чужих ворот, динамовцы добивались успеха. И снова сделали это уже на восемнадцатой минуте. Здесь помог и рикошет. Короче говоря, неразбериха у владений. Случан и второй мяч подряд забивает Владимир Хвощинский, который давненько не отличался. До этого в предыдущем туре он свою голевую, без голевую засуху сумел прервать. Но на сорок третьей минуте реализовал в пенальте Павел Ситько. Особо он этот гол не праздновал. И видите тот номер, под которым играл семьдесят четвертый. Как затем уже постфактум пояснил главный тренер Минчан Вадим Скрипченко. Этот номер был посвящен отцу, который, к сожалению, ушел из жизни у Павла. Во втором тайме также динамовцы продолжили свои атаки. Играли с настроением. У них многое получалось. Честно говоря, непонятно, что происходит внутри коллектива Слуцкого. Да, была победа над Неманом. Но затем крупное поражение от Борисовчана. И здесь перед своей же публикой они не то, что сыграли невнятно. Они ничего не могли противопоставить белосиним, которые безраздельно господствовали на поле. Передача с фланга в исполнении Минчанка. И отличается Роман Бегунов. Счет становится таким образом 4-0. Хотя проведено на поле командами всего лишь каких-нибудь 60 минут. Час игры и такие вот серьезные проблемы возникают в обороне. У Слуцка не позавидовать. Галкиперу, который в этом моменте ошибается от Деола. 66-я минута. И мяч сквозь перчатки, как песок, просачивается. И таким образом счет снова становится неприличным для Случан. Они пытались забить стол престижа. Причем вы, я думаю, слышите поддержку болельщиков. Как всегда, великолепная местная публика не отворачивается от своих любимцев. Однако у них мало что получается. Более того, динамовцы вполне могли повторить еще и результат игры Слуцка против Борисовского Батэ. Так как итог 0-5 выступают подопечные Гуриновичу. Движемся дальше и будем смотреть эпизоды игры между Ислачью и Гомелем. Волки после поражения в финале Кубка сгорели в минувшем туре 1-2 на ФТА. Но гомельчане тоже пытаются прибавить по ходу чемпионата. Перебраться по-настоящему в лидирующую группу. Но пока стабильностью результатов ни одни, ни другие не блещут. Момент у ФАГе. Футболиста, который, судя по всему, все-таки был серьезно интересен Минскому Динамо. Но по сообщениям различных источников останется он в Гомеле. Ну или, по крайней мере, не перейдет в столичную команду. Старались игроки Ислача отличиться. И сделали это на 33-й минуте. После передачи Кучинского с фланга уже который ассист в исполнении Константина. Ну и также нет часто отличающейся своими голами. Синько замкнул эту передачу. Не самый высокий парень, но выигрывает он здесь без особого труда. Борьбу на втором этаже, в воздухе. И переправляет мяч в дальний угол. Таким образом Ислач повела. 1-0. Активен ФАГе. А также его партнеры. Гомельчане тоже, как видите, играют не без моментов. Отличный шанс. Упускает Кирилл Ермакович. Его удар не получался сильным. Но самое главное, что не получился он точно. Ну а затем уже не лучшим образом действовал Ермакович в данном стыке. И получает прямую красную карточку. Удар шипами. Прямая нога. И я не думаю, что здесь могут быть какие-то вопросы к арбитру. И сомнения по справедливости вердикта. К сожалению, матч этот гомельчане завершали в меньшинстве. Был и вот такой неприятный эпизод. Чуть было Рылыч не срезал мяч в свои ворота. Козловский упустил свой момент. По-прежнему не достает где-то стабильности Денису. Ислач побеждает со счетом 1-0. После 11 туров Витебск расположился на 6-м месте. Довольны ли болельщики? Прекрасный результат. После первой лиги просто здорово. Молодцы, шикарный старт. Для дебютанта высшей лиги это замечательный результат. Самое главное, что Павлову дает возможность играть своим воспитанникам. Молодежь подтянули. Неожиданно, но доволен, да. Повержены все лидеры. Надеемся, что и сегодня торпеда сделаем. Витебске зажигают многие. Но кто же из них является настоящим лидером? Наумов, Гирс. Дмитрий, который подошел, очень даже вписался в команду. Безусловно, Наумов. Никита Приход его сыментировал защиту. Центральный защитник, который, несмотря на то, что возрастной, является стержневым основополагающим игроком в составе. Краснов Евгений, конечно, Дмитрий Гирс, Харитонов Вратарь неплохой. Уже шесть лет витебляне не могут одолеть Жоденцев. Удастся ли победить сегодня? Сложно, конечно, по составу торпеда. Я думаю, что по подбору они не уступают, даже превосходят динамо Минское. Будет непросто. Я думаю, что, ну, как минимум, ничьяный результат будет. А мы все же на победу рассчитываем. Всякая серия заканчивается когда-нибудь. Наверное, сегодня это и должно произойти. Ну, верим в команду. А так игра покажет. Позитивно настроены болельщики к своей команде. Очень приятно это видеть и слышать. Все-таки многострадальная публика. Сейчас действительно комплиментов достойные игроки. Витебск неплохо начал сезон. Может и без какого-то игрового блеска, но стабильно и справно набирают очки. И удалось закрепиться в верхней части турнира таблицы. Торпедовцы лидируют. И, разумеется, приехали они в Витебск исключительно за полноценными тремя очками. Хотя тоже играют без блеска. Но мы уже к этому привыкли. Мы понимаем, что здесь во главу угла поставлен результат. И торпедовцы его добиваются. Они активно начинали эту встречу на восьмой минуте. Хороший момент упускает Максим Скавыш. Запускает мяч над Перекладиной. Подработал себе. Свободился от опеки. Но, к сожалению, удару этому не хватило точности. На 36-й минуте вот такой эпизод для себя создают Витебляне. Однако замкнуть передачу не получается. Галкипер забирает мяч в свои перчатки. Также на той же самой минуте, соответственно, буквально следующая ответная атака. И удар с передачи Рудского наносит Антон Ковалев. Но мяч снова отправляется над каркасом ворот. И даже не приходится вступать в игру галкиперу. Не случилось этого и сразу после возобновления встречи. Но на этот раз уже Скавыш не промахнулся. Он пробил так, что не оставил никаких вариантов. Для галкипера Витебска ассистировал в этом эпизоде ему Антон Ковалев. И таким образом для Максима уже шестой гол в сезоне. Причем все эти мячи победные. Мячи, благодаря которым львиную долю своих очков торпедовцы и набрали. Они продолжали с инициативой играть, создавать моменты. В этом эпизоде немного не хватило удачи. Были свои шансы и у витебской команды. Здесь вторым темпом неплохо доработали эпизод. Передача во фланг. Оттуда заброс мяча на дальнюю стойку. Но снова немного не хватает для завершения этой комбинации. Изо всех сил пытались перевернуть вот этого во многом неудачного для себя матча. Рецепляне был вот такой момент также у них. Но, видите, слишком высоко мяч был повешен. Но и не добрался игрок витебской команды. 1-0. Непростая победа торпеда. Если брать по сезону, да, 30 туров. Иногда и такие игры бывают. Их надо просто выигрывать. Да, будут игры, где ты доминируешь, где надо тебе без мяча больше работать. Ну, наверное, как команда мы растем. Ну, конечно, хотелось бы более спокойной концовки матча. Услышали мы слова Дмитрия Молыша о том, что автозаводцы как команда прибавляют. Это так, действительно. И примерно такие же слова стоит говорить по отношению Арсенала и Смартфоне. Очень крепкие команды, которые добавляют, которые смотрятся все интереснее и интереснее. Тот же Арсенал наконец-то подписал официальное соглашение с московским локомотивом. И, соответственно, с большим интересом ждем мы трансферного окна летнего, пополнений, усилений. И, кто знает, возможно, получится выйти на более стабильный набор очков, показывать постоянно игру на высококлассную. Пока же Держинцы чередуют победы с поражениями. Что касается Смаргони, то как ни старались хейтеры повлиять на эту команду, как ни прочили ей стучить на борьбу за выживание, они в полнейшем порядке. Ну и в этом матче видели вы, что, пожалуй, даже активнее начинали в первой половине Смаргонца. Но со временем вернули себе инициативу Держинцы. Стали тоже создавать опасные моменты у чужих ворот. Вот один из них упущен. К сожалению, в концовке мяч проходит над Перекладиной. Активничали в том числе и полузащитники с дальней дистанции. Капитан Кшенецкий пробивает метров 17 до ворот. Попытался уложить он мяч в дальний угол, но тот просвистел мимо рамки. Но уже на 51-й минуте атака завершается успехом от Арсенала. Данила Котяев с передачей Решкевича отличается. Очень красивый гол. Сольный проход в штрафную площадь. Не удержали его. Ну и зрячий удар низом, стелящийся по газону. И очень неприятный он для голкипера. Буквально через 2 минуты отличается и Дмитрий Радиковский. Давненько этот российский форвард не забивал. С 20 апреля. И таким образом пятый мяч для форварда в нашем чемпионате. Выигрывает он здесь воздух не только у защитников, но и у голкипера. Который пошел старковать игроков обороны, но не успел. 2-0 и уже с такого преимущества двукратного было не так легко отыграться. С Маргонцем еще один эпизод для Арсенала. В итоге победа со счетом 2-0. Артем Рахманов. Мы отправляемся на запад нашей страны. Гродинцы продолжают преследование торпеда. А при этом Баттео самый неудобный для них оппонент. Это так исторически сложилось. Последняя победа в чемпионате датируется аж 2013 годом. То есть почти 11 лет назад у хозяев Васильев не попал заявку из-за травмы. Ну и также отсутствовал Алый Кулов. Он был на игре, но так как поздно вернулся из расположения сборной, то решили не задействовать его в этой встрече представители тренерского штаба Немана. Первый и, пожалуй, главный момент стартового отрезка встречи сумели создать футболисты Батте на седьмой минуте. Черноок сперва пробил, попал в стенку, но затем поспел первым на добивание. Но свою команду Максим Белов выручивал в отчаянном прыжке, парировал этот удар. Что касается Немана, то да, владели мечом в первой половине подопечный Игоря Ковалевича, который, к слову, этот матч проводил на трибуне. Продолжается его дисквалификация. Рулил всем процессом Андрей Скоробогатик. Вот такой был еще эпизод, но редкими были моменты в атаках Немана. Уже после окончания встречи довелось пообщаться мне с Михаилом Козловым. Ну и тот признавал, что действительно пассивны были в своих креативных замыслах футболисты Немана. На 58-й минуте, вот не зря нам показывают эту замену, уходит Павел Советский. Наконец-таки восстановился у своего повреждения Леонард Гветт и раз за разом стал продавливать оборону борисовской команды. На 66-й минуте вот такой момент упускает. Но со временем обратили внимание на это представители тренерской команды Игоря Крившенко, конечно же, и пошли на замену. Чуть позже уйдет с поля Александр Ануфриев, появится Руслан Ходоркевич, но надежности это не прибавит. Более того, начнутся проблемы в защите у борисовчан. И пока же они упускают свой момент, отличнейший Ануфриев пока еще на футбольном поле, но уже буквально через мгновение он будет заменен. И вот такой контровыпад получится у Гродинцев. Отлично отборолся Илья Кухарчик. Сбросил, получается, ему в борьбе мяч Руслан Ходоркевич. И Леонард Гветт очень эффектным ударом над голкипером отправляет мяч в сетку. Важнейший гол на 76-й минуте. Вот он этот, наверное, роковой момент встречи, когда Гродно сумел забить, когда вышел вперед. И были не прочь они развить свой успех. Момент у Егора Зубовича. У него, кстати, в чемпионате пока лишь один гол. Ну и в этом моменте он также отличиться не сумел. Еще сумели создать для себя шанс хозяева. Кухарчик и, в конце концов, наносит удар в Аракса, тоже появившийся на поле после замены. Это уже концовка встречи. Не дотягивается до мяча молодой голкипер борисовской команды Арсений Скопец. Он, кстати, этот матч здорово провел, даже несмотря на то, что пропустил от Гветта. Но там еще и исполнение было отличнее. Да и в целом, наверное, командную ошибку допустили. Борисовчане Руслан Ходоркевич, которого ни в коем случае не хочется критиковать. Кажется, просто-напросто должным образом не вошел в игру. И эти перестроения на самом деле ничего не дали. Борисовчане более того, на второй компенсированной минуте хозяева заработали пенальти. Подошел к мячу Михаил Козлов. Дело в том, что Савицкий, как вы помните, уже находился на скамейке. Его заменили. Взял на себя инициативу, но в эту дуэль проиграл. 1-0 по итогу победа Немана. Останемся мы на западе нашей родной страны. Но только переместимся чуть южнее, в Брест. Мельчане не побеждают на протяжении двух с половиной месяцев. Брест перед этим неудачно провел игры с претендентами на чемпионство. Проиграл Торпедо и Неману, но перед своими-то болельщиками, конечно же, очень хотели не то, чтобы реабилитироваться. Они хотели показать привычный, атакующий, яркий футбол. И забегая вперед, скажем о том, что это получилось. Подарили настоящий праздник футбола городу над Бугом. Все началось на 21-й минуте, когда Корцов реализовал свой момент с передачи Ляха. Отлично сориентировался, подработал себе и без промедления пробил. Получилось идеально. Мяч попал в дальний угол без особых шансов для вратаря. Концовка первой половины и снова на ударной позиции. Егор Корцов. Он оформляет дубль. Ну и вот такое сердечко отправлено на трибунах. Как всегда, полнейший порядок с посещаемостью на Брестском. Большой привет местной публике. Как всегда, потрясная атмосфера. И я не сомневаюсь, что самим футболистам приятно играть. Ну и попав под такой пресс, под такой каток, не справлялась оборона Могилевского Днепра. Здесь момент, который сумели все-таки гости для себя создать. Однако не пробили галкипера Брестской команды. Еще один эпизод. Воспряли Могилевчане Александрович. Удар из-за предела штрафной площади. Вот еще один момент. 52-ая минута. Веговский откликал один мяч. Тогда оказалось, что кто знает, возможно, из-за комбэча. Могилевчане большими силами шли вперед. Разумеется, выделялся и Клочков. Вот здесь он ассистирует, но не получается забить. Так что не все здесь было безнадежно для Могилева. И как-то пассивно выглядели после возобновления встречи Брещани. Хотя первый тайм они безраздельно доминировали. Но в дальнейшем, после того, как не забили Могилевчане, разумеется, сработало старое, доброе, ну или недоброе для Днепра футбольное правило. Отличился Косараб после скидки Рахманова. Это такой гол защитников, который они соорудили на 61-й минуте. И тут же уже буквально в следующей атаке забивает Горячу. Как же без мяча в исполнении главного лидера. А так Бреста. 70-я минута. И Герман Барковский делает расчет 4-1. Стало быть, вся атака команды отличается. Поправлю себя не 4-1, а даже 5-1 сбился со счета. Но вот это трио, оно держит Марку. Оно по-прежнему великолепно играет. Тут не с первой попытки мяч переправил уже в пустую рамку Барковский. Но благо, что все благополучно завершилось для него. И для команды все игроки атаки сумели отличиться. Ну а Егор Корцов завершил эту встречу с хет-триком. И таким образом выходит он на первое место по количеству мячей. Он главный галеодор нашего чемпионата. 9 плюс 2. Вот такие слагаемые. Ну а в целом это трио забило 19 мячей. Это, знаете, больше, чем у 14 команд нашей высшей лиги. В 6-1 Брест снова зажигает. Артем Рахманов. Ну, если честно, провел его очень прекрасно, очень плодотворно. Уделил достаточно времени себе, потому что было очень много свободного времени. Занимался развитием своего сознания. Проходил различные курсы. То есть повышал свою компетентность, помимо той, что я приобрел за футбольную карьеру. Капитан Брестского Динамо Артем Рахманов больше года провел вне футбола. По любимой игре не скучал. Занимался саморазвитием. Развивался в сфере цифровой психологии. Проходил различные курсы по финансовой грамотности, по блокчейну, в сфере криптовалют. То есть старался расширить диапазон своих знаний относительно того, как работать со своим сознанием. Относительно того, как работать с отношениями, вообще с взаимоотношениями с этим миром. С деньгами. Ну и со своим здоровьем. Про завершение карьеры думать пока, конечно, рано. Но полученные компетенции в будущем, несомненно, помогут. Одно защитник решил наверняка. Тренером не будет. Я желаю здоровья, как говорится, всем нашим тренерам. Чтобы они старались тоже работать над собой. Потому что слишком много эмоций забирают. И подготовки к матчам, и сами игры. Вот они очень переживают, очень хотят добиваться результата. И я скажу, что это непростая сфера деятельности. И я как бы туда не мечу точно. Год простоя на физической форме Артема не сказался. Помог профессионализм. А вот возвращение в игру получилось спонтанно. Проходил турнир друзей в конце года прошлого. И на этом турнире друзей участвовала Брестская команда. И одним из игроков был наш начальник команды. Он подошел ко мне, спросил, какие планы. Я сказал, что пока то, чем я занимаюсь, тот образ жизни, который веду, меня вполне устраивает. Дальнейшее продолжение карьеры особо не рассматривал. Он намекнул на Брест. Потому что Брест еще и в прошлом году хотел меня видеть в своих рядах. Я ему просто сказал, давай посмотрим, кто будет главным тренером. Какие будут задачи у команды. В итоге Брещанна возглавил Александр Бразевич. Тренер сходу обозначил заинтересованность в футболисте. И контракт был подписан. Несмотря на возраст, все равно хочется продолжать развиваться. И чтобы был контакт с главным тренером. Это для меня основополагающий был фактор. На поле Артем Рахманов настоящий лидер. Рядом с ним играют еще совсем молодые Макс Теев и Максим Косараб. Этим ребятам капитан помогает тянуться вверх. Ребятам огромный респект. Оба очень крутых игрока, как по мне, для своего возраста. И очень коммуникабельные, очень агрессивные. И поскольку мы играем в тройки, то мне очень комфортно с ними играть. Потому что они не только слышат мой подсказ, но и сами подсказывают. И та манера игры, которую они, как говорится, показывают, мне очень импонирует. Брест выдает отличный старт. Команда пока проиграла лишь дважды. Болельщики ждут свершений. И они имеют на это право. Задача простая. Выиграть следующий матч. Мы не заглядываем вперед. У нас команда новая. Она собралась буквально 3-4 месяца назад. Поэтому мы стараемся от игры к игре улучшать свою игру. Стараемся радовать болельщиков в каждом матче. Выкладываться и играем на максимальный результат здесь и сейчас. А как получится дальше, будем уже смотреть потом. Как говорится, как этих птенцов по ось они считают. Движемся дальше. Шахтер Нафтан. Осьма любопытное противостояние. Горняки после семиматчевой серии поражений в последних двух турах не уступали. На ничьи с Моргонью и Минском. Но при этом, конечно, очень нужны победы подопечным Суворова. А что, кстати, Нафтана, то они в минувшем туре одолели Ислыч со счетом 2-1. И эта победа позволила поправить турнирное положение. Также не так часто побеждают подопечные Альберты Рыбака. В этой встрече горняки старались, по крайней мере, контролировать мяч и нагнетать обстановку у чужих ворот. Как всегда, были заметны Ковалевичи. Денис пробивал с острого угла. Не получилось ему мяч уложить в створ. Который удар из-за пределов штрафной площади, вернее, даже, наверное, врываясь в штрафную, по Париге, мяч касается сетки. Однако с обратной стороны опять Денис в центре всеобщего внимания. Он на ударной позиции, но прокатывает мяч мимо Рамки. Не так много было моментов в первом тайме. И давайте смотреть острые эпизоды тайма второго. Вот так начинается все для Нафтана. Но, увы, также этому удару не достает точности. Ковалевич. Еще одна его попытка. Неугомонный. Но, увы, не совсем продуктивный. В атаке несколько сразу эпизодов у него было здесь. Он уже пробивает по створу. Однако голкипер свою команду выручает. В общем, наверное, стоит констатировать, что одна из лучших игр «Шахтера» в нынешнем сезоне. Хватало эпизодов. Хватало ситуаций, в которых они могли открыть счет. И даже принести победу себе впервые за очень долгое время. Но, к сожалению, безголевая ничья в этом противостоянии. Теперь переносимся на юг нашей страны. Полесье, город Мозырь. Славя принимает Минц. Зря они в домашних условиях старались прервать серию без побед. В последних пяти турах только лишь два очка. Минск и вовсе ни разу не выигрывал в нынешнем сезоне. Так что, пожалуй, соперник для Ивана Биончика и его команды был подходящий, чтобы эту тенденцию прервать. Чикида на ударной позиции. Вторая минута ассистирует ему Джигера. Но удар одного из лучших галяторов команды не получается. Мяч проходит мимо створа. Ну и видите, разочарование Павло. А в целом, наверное, все-таки действительно есть какие-то игровые трудности у Мозыря. Потому что на стабильный набор очков выйти по-прежнему не выходит. Хотя в этой встрече они играли с понятным преимуществом. Домашние стены. Поддержка публики. Хватало болельщиков на трибунах. Может быть, не так много, как по весне. И это реакция в том числе зрителей на последние результаты команды. Полос пытается замкнуть передачу в исполнении партнера. Но не получается этого сделать. Счет сохранился прежним. Но также были свои шансы и у Минска. Топечные Черединского. Весьма молоды. И продолжают они прогрессировать. Но стабильность – это то, чего им по-прежнему не хватает. Это все пока моменты первой половины. И в том числе есть эпизоды, которых огрызались. И огрызались очень опасно игроки из столицы нашей страны. Мягкая передача. Печура наносит удар головой. Пытался уложить мяч в ближний угол. Но, увы, ему не хватило удачи. В этом моменте удар метров с 30 дроса. Он неоднократно отличался красивыми голами уже в нынешнем сезоне. В том числе попадал в топ голов нашего обзора. В этом моменте он уже ассистирует. Чикида был адресатом для передачи. Сам нанести удар не сумел. Справили защитники. Но зато мяч свалился под выстрел Ложкина. Но Владислав не сумел открыть счет. Еще один шанс. Шамурка теперь уже удар со штрафного. Пытался перехитрить галкипера. Обвести стенку. Но мяч коснулся все-таки с обратной. Только лишь стороны. А счет открыть не вышло. Ложкин. Еще один шанс. Его он пробивал. Уже находясь в штрафной площади. Мяч касается руки защитника. Но судья не считает, что это основание для назначения 11-метрового. Еще один шанс мозорской команды. И теперь уже улыбнулась удача Ложкину. Болельщики приветствуют. Был своей команды. Здорово. Здесь все было разыграно. Зрячая передача. И удар в исполнении Ложкина. С рикошетом. Мяч заходит в ворота. Минска на 77-й минуте. Получилось то, что получилось. Тело в том, что Славия, да, может быть и не играла на удержание счета. Но победить была кровь из-за все необходима. Но у них это не совсем получилось сделать. Тут не сумел голкипер мяч зафиксировать в своих руках. И на добивании на подпоре первым оказывается Душевский. Мощнейший удар. И тоже не без рикошета. Дезориентирован кипер. Мяч отправляется в сетку. И на таком настроении мячане продолжили свои атаки. И вот еще один удар издали Душевского. Но теперь не помог рикошет. Никто не встал на пути. И мяч стал легкой добычей для вратаря. Удар фактически по позиции. 88-я минута. Славия пошла вперед. Забирать свою победу. Здесь непонятно как. Не сумел толком пробить Кириленко. Никто ему не мешал. А он отправляет мяч в газ. Он перед собой. И фактически очередной момент загублен. Уже компенсированное время. Скидка Бугулова. На сразу несколько адресатов. Но здесь не получается переграть галкипера. Никто не доставляет мяч в сетку. И это очередная потеря очков от Мазырин. А Миск по-прежнему не в состоянии выиграть. Смотрите на Беларусь 5. Результаты перед вами. Динамовцы Минска и Бреста громят Слудской Днепр. Соответственно, отметим и важную победу торпеда. В таблице без изменений у лидеров. Все синхронно побеждают. Брест старается подтянуться в тройку. Ну а в подвале также все стабильно. Шахтер постепенно теряет даже математические шансы на спасение. В тринадцатом туре Батте примет Брестское Динамо Торпедо. Принципиальной игре с Ислачу. Чемпион противостоит обладателю кубка. Топ-лист лучших мячей, как всегда, на десерт. Пятое место занимает Леонард Гвет. Четвертая позиция у Данилы Гатяева. Тройку открывает гол защитников. Скидка Рахманова и удар головы Максима Косараба. Второй в нашем списке Егор Корцов. И этот же «Кудесник» забирает приз за самый красивый гол тура. Таким получился тур под номером 12. Его обзор для вас подготовили режиссер Павел Самец и комментатор Илья Бакай. Счастливо! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!